В нашем сквере мира мы рассказывали в том числе не только о работе музыкантов, актёров и так далее, о творчестве художников. И я задался себе вопросом, художники в каких жанрах, в каких хипостасях они себя реализуют? Они пишут картины, есть художники графики, есть художники, которые занимаются прикладным искусством, есть скульпторы. И можно ещё и перечислять, сколько угодно перечислите тех жанров творчества, в которых работают художники, и это всё один и тот же человек. Я сегодня с удовольствием представляю вам, Бориса Белова. Спасибо огромное, что пришли к нам. Мы, кстати, познакомились ровно 50 передач тому назад на сотой передаче, когда, помните, к нам пришли художники с мольбертами, тут писали, рисовали и так далее. А сегодня у нас 150-я передача. То есть вы у нас в гостях дважды юбиляр. Итак, ну я не знаю вот с чего начать. Давайте, а давайте начнём, знаете, с того, что вы ещё и преподаватель, вы ещё и педагог. Итак, 75 выпускников. У меня все выпускники и выпускницы шикарные записаны. Что такое 75? Так это 1985 года. И по сегодняшний момент понятно, что они в разных странах. Ну, Украине и так далее. Плоть до Франции, вплоть до Америки. Если пошутить с адеситами, Миленочка Мнацаканьян, прекрасная ко всему и дача, и танцовщица, и в своей армянской семье появилась участь во Франции. Борис Геннадьевич там пластмассовые помидоры, если это интересно. А на самом деле это просто бриллиантики, я их называю. А какие темы? Киевский вальс Светлана Осоина, колесник. Она теперь в Сарате, в районном центре Одесской области, замечательный педагог. Раз. Даже не знаю, кого первого и назвать. Конечно, мои замечательные дочери. Елена, она помогает колледжу очень хорошо. Это научный такой методический мозг. И Ирина, которую теперь уже все знают, потому что я горжусь как папа, и не только, что Ирина галеристка. Она как бы себя нашла. Ну а дальше, а дальше, а дальше мне почему-то хочется как бы навязать и рассказать всему миру о том, как у Патрисии Касс было металлическое платье из хромированного металла. И вот раз наше отделение, которое организовано было в 1924 или 1928 году, по версии Ивана Ивановича Козерода, ныне здравствующего, автора этого книги, то получается, что мы теперь художественные декорированные среды, как возросли от керамики. И раз наши мысли – это декорирование интерьеров и экстерьеров, а вот металлическое платье и моделированные одежды – в пику театрально-худовственном училище. Можем ли мы это делать? Это мы предложим новым дипломницам. Ну и в Грековке вы продолжаете работать, да, и к вам продолжают приходить студенты. Я бы хотел, да, я бы хотел… Дело в том, что у нас достаточное количество видео, связанное с вашими работами, вот, и хотел отдельно остановиться на том, как вы работаете со стеклом. Замечательный вопрос. Потому что стекло – это тоже удивительно, то, что рождается из ваших людей. В 2009 году наша директор спасла старое название керамейского отделения, и в Министерстве культуры, в перечне специальностей, получилось художественное декорирование среды, а значит и керамика, и художественное стекло. Я даже узнал, могу сказать по секрету, именно в стекле, и только в нем можно издалека творить. Например, в Чехии Павел Хлава, Любош Метеллак, у него бейджи, они где-то там далеко от Праги, или наоборот в Праге, а уже на заводах их произведение делается. Поэтому Одесса – это холодная обработка стекла, это матовая гравировка. Да что в магазине «Валенсия» бокал, да не бокал, а кувшин французский фирмы «Бакара» с матовой гравировкой, это 17 тысяч гривен когда-то стоил. И вот, кстати, пересматривая фрагменты из фильма, в котором работают ваши произведения искусства, это Д'Артаньян Тремушкетера «Двадцать лет спустя». Вот, глядя вот этот отрывок из фильма, вот, я уже наблюдал даже не сколько за работой актеров, сколько за тем, что находится у них в руках. Вот давайте мы посмотрим этот фрагмент, вот, и дальше продолжим наш разговор. За кардиналом Мазарини. За кардиналом Мазарини. За кардиналом. Кушайте, мой дорогой, кушайте. Выпьем? Сколько? Они что, сумасшедшие эти англичане? Это... Стой! 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 Савица! Кому нужен Аббадер, бля? Успокойтесь. Присядьте. Вот так, сударь. Вы что, не желаете со мной разговаривать? Полина, Аббадер! Несу, несу. Ой, муж, что так медленно. Ай, то давай Мазарини. Терепаху, нечестно. У нее был не очень покладистый характер, но, в конце концов, она смирилась с моими привычками. Д'Артаньян, попробуйте его на этих котлет. Они из собственной баранины. Благодарю. Значит, вы богаты и свободны. Увы, я вдовец. И имею сорок тысяч чистого дохода. И у вас очень нежные бараны. Могу вас поздравить. Вы знаете, у меня самые лучшие борзые в этих краях. Огончие такие, что лучше вы не найдете на 20 миль в окружности. Эх, если бы я был... Бароном? Не так ли? Да. Если бы я был бароном. Вы интересуетесь политикой, дорогой Портос? Я? И не думаю. И когда тебя угощает внук Генриха IV, герцог Дебафор. Стало быть, вы испытываете ко мне некоторую привязанность, за раме. О, величайшую привязанность. Ну. А что вам делать на свободе, ваше высочество? Ну, как? Опять займете своим сумасбросом. Очередное ваше безумство на расчердий двор. Ага. И вас посадят в Бастилию. Вместо моей тюрьмы. А там такого амавета не взять. Не взять. Подайте нам пирог. Пирог? Но пирог еще рано. Нет, нет. В самый раз. Если вы хотите, раме, я открою вам свой план. Снять верхнюю хрустящую корочку пирога. Эту хрустящую корочку. И я нахожу два кинжала. Ну, все. Пора заканчивать. Господа, вы видели когда-нибудь скорпиона, приколотого к стере? Сейчас увидите. Ничего. Держите его. Держите. Он вырвался. Я предполагал, что этот тварь у нас. Он не допустил меня головной. Я бы приколол его. Я бы приколол ему глотку. Ну, и еще еще есть у нас там фрагменты Дафни Сыхлоя. Вот. Там небольшое... Там очень интересно. Во-первых, фильм... К сожалению, не очень хорошего качества видео, поэтому, ну, посмотрим его. Фильм Любовный. Тогда один из первых. Это значит, по миллионе Одесской конец студии был построен белоснежный шатер из парашютного шелка, я думаю. Я только слышал, это только для особо нужных людей, оператор, конечно же, режиссер и прекрасные Дафни Сыхлоя. И вот я слышу щелчок, хлопушка «Я тебя не люблю!» Снято или не снято, наоборот. Поэтому, на самом деле, как это было, и Лариса Токарева замечательная, значит, художница-постановщица, вот надо к чести сказать, и керамику нашу подкрасила, поправила раз. Потом эти фрукты роскошные, да все на белом, да эти медные тазы и Греция. По цвету беспокойно. Вот тут, кстати, очень важно в этой работе, да, вот я знаю, что, предположим, костюмеры, да, которые, художные, кстати, училища, которые вы упоминали, заканчивают, да, они изучают историю костюма, да, вот. Мало того, когда они это делают, предположим, к постановкам театральным, киношным и так далее, вот, оно должно быть еще функциональным, оно должно, а если это в хореографии, оно должно еще не мешать танцору работать и так далее. То есть тут своя технология. То же самое касается и вот этих предметов. Вы же изучаете историю производства вот этого стекла, фарфора, ледьки и так далее. И я вот хочу еще обратить на совершенно потрясающую работу. Все мы знаем, помним, а кто не знает, не помнит, пересмотрите еще раз фильм «Десять негритят». И вот сейчас фрагменты из этого фильма. Посмотрите, какие изумительные, потрясающие статуэтки. Вы знаете, я даже сел и вилл на мысли, что хотелось бы каждую из них отдельно просто подержать в руках и посмотреть. Смотрим, смотрим фрагмент «Десять негритят». Десять негритят. Какие забавные фигурки. Да, очень забавные. Прошу вас. Сколько их? Десять урага. Елопатные. Вероятно, тут есть какой-то смысл. Вот этот предводитель. Вы же слышали? Ее вчера обвинили в том, что она вместе со своим мужем убила свою хозяйку. Вспомните, как она вчера себя вела. Она до смерти перепугалась и потеряла сознание. Преступление раскрыли. Преступление раскрыли. И она этого не перенесла. Это уже слишком мисс Брэнн. Фарфоровые негритята. Их было десять. Их было ровно десять. Клянусь Богом. Ну, конечно, десять. Мы вчера их пересчитывали за обед. В том-то и загвоздка. Вчера ночью, когда я убирал со стола, их было уже девять. Мне показалось это странным, только и всего. А сейчас выклините. Их восемь. Их всего восемь. Вы правы, Роджерс. Их всего семь. Их всего семь. Одного ужалил шмель, и их осталось пять. А он шутник, этот парень. Хоть, чтобы все было слово в слово, как в этой проклятой считалке. Субтитры создавал DimaTorzok вы явно отстаете, мои маленькие друзья. Пойдем со мной, малыш. Мы выиграли эту партию. И переходим еще к одной из граней творчества. Это графика и это портреты. Вот особо ваши коллеги отмечали о том, что вот удивительные ваши женские портреты. Вот вы, вы, наверное, просто очень любите женщин. Я встречался над Анатолием Ромашиным, профессором Дика. Как он в 96-м году на неком кинофестивале «Белый айс», как он танцевал, пел. И, надо сказать, играл у Ильяма Климова, императора Александра Николая Второго, доктора Армстронга в 10-ти негритятах. И это он как-то всем говорил, что ничего не нарисовано лучше природой, чем женщина. И женщина в мировом масштабе. Поэтому, конечно, это наша графическая тема. А еще я знаю и расскажу. Некая студентка оформления оформлении искусства на нашем училище тогда еще имени Грекова. Она решала вопросы пространственности. Первая часть натюрморта в графике там какие-то яйца, значит, тарелка, пышный кувшин, драпировка. Так вот, начало было сделано резко, это легко, а вот распушить линию, как лисий хвост, а еще сказал профессор Станислав Лебенский, Высшая школа искусств в Праге, значит, это институт пражский, кто владеет линией, тот прекрасно себя чувствует, в декоративном искусстве Европы. Так вот, глазки надо рисовать в Арнелле Муте резко, а уже край щечек и дальше, дальше мягко. И вот это чудо студентка, она показала, музыкально, я бы сказал, так, дрынь, и вот уже пространственность тут. вы говорите, вы говорите о их работах, но я бы хотел отдельно остановиться на вашей графике, потому что, действительно, каждая линия, она музыкальная, каждая линия, это как одна из нот, прописанная в партитуре, и которая дает, собственно, свой звук. И, наверное, вот таким образом можно вот как-то следить вот за вот этой мелодией каждой линии, в общем-то, вот в вашей графике они воплощают вот эту музыкальность, и вот они звучащие, в вашей графике. А еще мы не забываем о литературности, особенно в наше время. Это Баты, Василий Ян, это, конечно, Шерлок Холмс, скандал в Богеме, какая-то, Мира Надлер, даже Шерлок Холмс интересовался. Да, портреты неплохие, я сам себя похвалил, потом нужно еще, чтобы это было в цвете, или, наоборот, очень стройно-черно-бело, и надо сказать, что мы еще будем продолжать, сколько хватит нашей жизни. Союз художников выставочный зал, которым занимается ваша дочка Ирина, он последние месяцы, невзирая на действительно тяжелое военное положение, он продолжает быть своеобразным аккумулятором, причем, знаете, ну, есть выражение «все флаги гостей к вам», а у вас, получается, все виды жанра искусств гостей к нам, к вам приходят поэты, к вам приходят музыканты, и вот... Сурово, именно Одесское отделение союза художников, киностудия, вот хорошее слово, держится, мы держимся, это так, и в конце, наверное, нашей встречи я обязательно должен сказать, исполнить некое стихотворение, пожалуйста. Это был 1914 год, это была Марина Цветаева, наверное, лето перед Первой мировой войной. Стихотворение, чуть странно, называется «Бабушки», я буду очень стараться. Продолговатый и строгий овал черного платья раструбы. Юная бабушка, кто рисовал ваши надменные губы, руки, которые в залах дворца вальсы шопена играли, по сторонам ледяного лица локоны в виде скрали, томный, прямой и взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли? И невозможностей сколько? В ненасытимую прорву земли двадцатилетняя полька. День был невинен, и вечер был свеж, темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж в сердце моем не от вас ли? Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну что ж, спасибо за ваше творчество. Уже у нас начался дождь, уже гром громыхает, поэтому будем заканчивать. Но заканчиваем, как всегда, наш сюжет «Все будут Украины», «Все будет Одесса». И люди творческие, они все делают для нашего фронта, для нашей победы. Мы победим. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok